Друзья, привет! С вами Ян. Спасибо за все эти хорошие отзывы, которые вы мне оставляете под моими видео. Сегодня урок номер 3. Базовые операторы. Итак, по ходу написания кода нам нужно взаимодействовать с нашими константами и переменными. То есть что-то вычислять, сравнивать, искать зависимости. Для этого нам нужны операторы. И в этом видео мы рассмотрим базовые операторы Свифта, а позже в курсе, когда вы уже будете обладать большими знаниями о языке, мы рассмотрим продвинутые операторы Свифта. Оператор – это специальный символ или группа символов, с помощью которого мы можем проводить, например, математические операции с числами, то есть сложение, вычитание, деление, умножение, нахождение остатка от деления и так далее. А также всевозможные сравнения и присваивания. Операторы делятся на унарные. Давайте я спешу. Унарные операторы применяются к одной величине. Они делятся, в свою очередь, на унарные префиксные операторы, которые ставятся непосредственно перед величиной. Например, минус А, либо восклицательный знак Б. То есть минус А – это, понятно, отрицательное наше какое-то значение, то есть унарный оператор минус, а знак восклицательный перед значением – это значит «не». То есть строка читается как «не Б». Используется в условиях. Это были унарные префиксные. То есть префиксные – значит «записаны перед нашим выражением». Также есть операторы унарные постфиксные. То есть они, очевидно, записаны после нашего какого-то выражения. Например, «С» – восклицательный знак. Такой оператор мы будем изучать в уроке по опциональным типам. А сейчас пока просто знаете, что вот такой оператор – восклицательный знак, после выражения он существует. Далее. Также у нас есть операторы бинарные. Бинарные операторы применяются к двум величинам. Например, 1 плюс 2. И являются инфиксными, так как ставятся между этими величинами. То есть от слова «ин» – «в», «внутри». Вот в данном случае плюс – инфиксный, бинарный оператор. И третья крупная разновидность – это тернарные операторы. Тернарные операторы применяются к трем величинам. В SWIFT есть только один такой оператор. Он называется тернарный условный оператор. И записывается следующим образом. А, знак вопроса, B, двоеточие, C. И читается как «Если какое-то условие А true, то есть правда, тогда выполняем B. Если нет, то есть это false, тогда выполняем C». Величины, к которым применяются операторы, называются операндами. То есть в выражении 1 плюс 2 символ плюс является бинарным оператором, а его операндами служат единица и двойка. Это были общие типы операторов. А теперь поговорим про более частные типы. Итак, первый частный тип – это у нас оператор присваивания. «Присваивание» записывается как знак «Равно». Например, когда мы создаем, допустим, константу А и делаем ей значение, равное 12, то у нас знак «Равно» является оператором присваивания. То есть мы присваиваем значение 12 нашей константе А. Давайте создадим еще переменную B и зададим ей значение, допустим, 5. Теперь мы можем с помощью оператора присваивания присвоить значение нашей константы А нашей переменной B, просто записав B равно А. Сейчас B у нас стало 12, потому что мы присвоили ей значение А. Далее, следующая у нас большая группа – это арифметические операторы. Это такие операторы, как сложение, вычитание, умножение, и деление. Например, давайте создадим две константы. Одну назовем Х и присвоим ей значение 12, другую назовем У и присвоим ей значение давайте значение 4. То есть мы можем писать Х плюс ИГРОК, также Х минус ИГРОК, Х умножить на ИГРОК, и Х разделить на ИГРОК. И вот SWIFT нам посчитает все значения. Теперь у нас оператор сложения служит также для конкатенации строк. вспоминайте предыдущий урок. Конкатенация строк – это сложение строк. То есть, допустим, у нас есть строка Hello и есть строка SWIFT. Теперь мы можем просто строку Hello сложить со строкой SWIFT. Мы можем, конечно, задать их как константы, да? Пустим, let H равно Hello let G равно SWIFT. И теперь мы можем просто сделать константа H плюс константа G. И вот мы получим у нас строку Hello SWIFT. То есть, строки мы можем также складывать. Далее. Помимо этих четырех арифметических операторов, у нас отдельно стоит такой оператор, как остаток от деления. Знак процента записывается. То есть, давайте возьмем, поработаем с теми же нашими константами X и Y и запишем. X знак процента Y. Что значит, покажи мне остаток от деления X на Y. Итак, остаток от деления у нас равен нулю, потому что 12 у нас на целое делится на 4. Давайте посмотрим, если бы у нас Y было 5, тогда у нас остаток от деления X на Y был бы 2. Это работает следующим образом. то есть, мы делим число 12 на 5 умноженное на 2 и плюс 2. то есть, свист вычисляет, сколько раз наш Y, то есть, наше число 5, содержится в 12, и также, что является остатком. точно так же рассчитывается остаток, когда число A отрицательное. Давайте, например, оставим здесь минус 12 и посчитаем X процент Y еще раз. у нас минус 2 получилось. То есть, теперь у нас 5 умножается на минус 2. То есть, у нас минус 2 раза по 5. И также эта двойка тоже меняется на минус 2. Но другая ситуация у нас наблюдается, если у нас Y равен минусу. То есть, если у нас Y равен минусу, то у нас остаток отделения тоже будет 2. Вот такая особенность свифта. То есть, если у нас Y отрицательный, то его знак просто отбрасывается. То есть, выражение X процент Y и X процент минус Y они одинаковы. Что тут 2, что тут 2. Вот такая особенность свифта. Следующая категория операторов это составные операторы присваивания. Это такие операторы, как плюс равно и минус равно. Давайте разберем пример. Допустим, переменная C, которая равна 1. Теперь, если мы напишем C плюс равно 2, то посмотрите, что получится. Получится 3. То есть, оператор присваивания плюс равно это то же самое, если бы мы записали C, C C плюс 2. То же самое. То есть, видите, мы здесь прибавили двойку и здесь также прибавили двойку. Но для упрощенной, ну, для удобства, для упрощения используется вот такой оператор. Точно так же это все работает с оператором минус равно. Чаще всего это используется, когда мы используем какой-то счетчик. Допустим, нам нужно посчитать количество очков в игре. Допустим, у нас есть счетчик, назовем его count. Да, и начальное значение у него 0. Когда какое-то условие сработает, мы запишем count плюс равно единице. То есть, увеличить количество наших очков на 1. Идем дальше. Следующий у нас вид операторов это операторы сравнения. То есть, это такие операторы, как равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно. Операторы сравнения используются в основном в условиях. Об условиях, таких как, например, if-else или условия switch мы поговорим в следующем видео. Без подробностей, то давайте создадим новые константы. допустим, let t равно 15 и let p равно 10. Теперь смотрите. мы можем написать t равно p и компилятор нам скажет, то, что это false, потому что значения этих констант не равны. такой оператор равно сделали специально, чтобы отличать его от оператора присваивания, потому что это два разных оператора. Здесь мы сравниваем именно значения, то есть величины. В данном случае у нас false, то есть они не равны. Давайте посмотрим теперь t, если скажем не равно p, да, мы увидим true, потому что значения не равны. Также можем написать, допустим, t больше, чем p, тоже true, если мы напишем то, что t меньше, чем p, это будет false, ну и точно так же, допустим, с больше или равно и меньше или равно то есть возвращается булевое выражение всегда true или false. Операторы сравнения часто используются в условных выражениях if, else. О них мы поговорим, как я сказал в следующем видео, но давайте для примера я вам покажу то, что допустим, у нас есть константа name и она равна строке world. Теперь мы условие пишем if, else и говорим если у нас константа name равна, то есть ее значение равна строке world, то в таком случае мы распечатаем фразу hello world. else, то есть в противном случае мы распечатаем фразу something went wrong, то есть что-то пошло не так. Когда мы посмотрим, у нас будет в консоли фраза hello world, потому что вот такое вот условие, оно true в данном случае. если мы поставим такой оператор как не равно, мы получим другую фразу something went wrong, то есть что-то пошло не так. хорошо. Давайте быстренько разберем тернарный оператор, еще раз запишем его отдельно. То есть тернарный условный оператор это специальный оператор, состоящий из трех частей, имеющий следующий синтаксис. У нас идет выражение, далее вопросительный знак, действие один, двоеточие действие два. Он выполняет одно из двух действий в зависимости от того, является ли выражение true или false. Если выражение равно true, то оператор выполняет, если вот это выражение равно true, оператор выполняет действие один, если оно равно false, выполняет действие два. Тернарный условный оператор является краткой записью следующего кода. Давайте я закомментирую. Тернарный условный оператор является краткой записью следующего кода. if выражение то есть если выражение true, тогда действие один в противном случае то есть else у нас действие два. Например, у нас есть две константы first card and second card давайте запишем first card у нас равна 11 second card у нас равна 10 сетей. Теперь если мы запишем это через if else то будет выглядеть все следующим образом if first card равняется second card то есть если у нас это условие true тогда мы распечатаем cards are the same то есть карты одинаковые else то есть в противном случае мы распечатаем cards are different теперь давайте запустим компилятор он у нас показывает фразу cards are different да потому что у нас значение first card не равно значению second card теперь вот все вот это вот условие if else мы можем записать в одну строку с помощью ветеринарного условного оператора это будет выглядеть следующим образом то есть если first card равно second card если это условие true распечатать cards are the same в противном случае распечатать cards are different да запускаем видим cards are different теперь давайте поменяем если не равно у нас в обоих случаях будет cards are the same идем дальше рассмотрим операторы замкнутого диапазона либо операторы закрытого диапазона и также оператор полузамкнутого диапазона либо полузакрытого диапазона либо полуоткрытого как вам угодно то есть это такие операторы оператора замкнутого диапазона или закрытого диапазона и оператор полузамкнутого диапазона либо полузакрытого по-разному говорят это такие операторы, как допустим, оператор замкнутого диапазона это такой оператор, как A троеточие B это значит от A до B включая A и B а оператор полузамкнутого диапазона это оператор такой, как A точка-точка знак меньше B что значит диапазон от A включительно до B но не включая B то есть B исключительно оператор замкнутого диапазона удобно использовать при последовательном переборе значений из некоторого диапазона например, операторы замкнутого и полузамкнутого диапазона чаще всего используются в циклах FOR IN мы их будем разбирать дальше вы все увидите дальше идут логический оператор это такие операторы, как логическое НЕ то есть НЕ А далее логическое И знак 2 амперсанта и логическое ИЛИ еще раз логический оператор НЕ то есть НЕ А допустим НЕ какое-то значение логическое И и логическое ИЛИ и так начнем с логического НЕ то есть логическое НЕ инвертирует булево значение то есть ТРУ меняется на ФОЛС а ФОЛС странноется ТРУ оператор логического НЕ является префиксным и ставится перед значением без пробелов покажу вам пример давайте рассмотрим нашу константу are you happy с начальным значением ТРУ далее запишем условие if не are you happy равно ТРУ тогда напишем print good for you else давайте распечатаем what can I do for you то есть как могу тебе помочь чем вот смотрите у нас значение изначальное константы are you happy ТРУ но в условии if мы ставим обратное значение то есть изначально мы уже подразумеваем что у нас константа ФОЛС и если мы говорим если она ФОЛС это правда то распечатайте good for you если то что она ФОЛС это неправда распечатайте what can I do for you давайте распечатаем у нас вышла фраза what can I do for you почему так смотрите у нас изначальное значение константы are you happy true но в условии if мы ставим не are you happy то есть если у нас значение are you happy ФОЛС тогда мы распечатаем good for you а если оно true распечатаем what can I do for you поэтому нам компилятор распечатал what can I do for you потому что значение то у него true оператор логического не инвертирует переворачивает булево значение то есть true меняется на ФОЛС ФОЛС становится true далее рассмотрим оператор логическое и двойной амперсанд оператор логического и дает на выходе true тогда и только тогда когда оба его операнда также равны true и если хотя бы один из них равен ФОЛС то результатом всего выражения тоже будет ФОЛС на самом деле если первое значение равно ФОЛС то второе даже не будет анализироваться так как оно все равно не изменит общий результат на true давайте рассмотрим пример логического оператора и возьмем также константу are you happy и введем еще одну константу назовем ее is the weather good с начальным значением также true и теперь зададим условие if скажем если у нас константа are you happy и константа is the weather good равняется true в таком случае распечатаем фразу go outside else давайте распечатаем фразу stay home запустим компилятор мы получим фразу go outside потому что у нас смотрите константа are you happy равна true и константа is the weather good равна true то есть два условия у нас совпали поэтому распечатается фраза go outside то есть у нас это условие срабатывает только в том случае если у нас два операнда равны true если хотя бы один из них false допустим второй у нас оперант сделаем false в таком случае все выражение будет false и у нас уже будет фраза stay home давайте рассмотрим сейчас оператор или для волнения оператора или достаточно того чтобы только один из двух оперантов был true то есть если мы в таком случае распечатаем то у нас будет фраза go outside потому что у нас несмотря на то что is the weather good false у нас есть вторая константа are you happy она true значит все выражение true это выражение будет false только если оба операнда false давайте посмотрим да появилось сразу stay home логические операторы можно комбинировать между собой и писать сложные выражения это мы рассмотрим чуть позже на сегодня все в следующем занятии я постараюсь подробнее раскрыть условия if else и также поработаем с условием switch я надеюсь объяснил неплохо если у вас есть вопросы спрашивайте в комментариях всем спасибо за внимание увидимся в следующем уроке успехов 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 Продолжение следует...